программа но вот смотри давай еще поговорим о последних событиях связанных вот с тем что происходит скажем так в российском военном и политическом руководстве потому что ну пригожин не перестает продолжает таскать свой бесконечный фестиваль при том что как-то немножко отдыхается но все равно он продолжает на своей волне пытаться демпинговать и военные руководства сваливая на них вину за все там снимает часть себя вот и мы видим что в конце концов ну на фоне происходящих событий и вот белгороде активностью rdk и региона свободы россии рядом других событий в общем все это выглядит так как начинающийся заговор но не успешно вот выразимся так буквально по моему блин беркали кто-то опубликовал материал о том что российская элита причем недовольстве войной все-таки не готовы открыто выступить против путина несмотря на череду есть ты видел заявление там выступил затулин сказал что ничего мы не добьемся ничего нет и ничего не будет в украине да ну там он говорил о целях спецоперации демилитаризации динансификации симонян выступил практически с тем же что у нас есть еще более мелкие такие же свидетельства в принципе надо сказать что это вся атмосфера она явно не способствует значит мотивации хоть военных которые сейчас на фронте хоть политического эстеблишмента как ты видишь эту ситуацию в развитии некоторым до конца года вот сейчас что будет происходить усилиться ли эти настроения но прежде всего в российской элите на твой ну как говорил еще сунзы разъединенный дом падет поэтому мы безусловно заинтересованы в том же об на и панические настроения в российском руководстве и политическом и военном и бизнесом они ширились для того чтобы центробежные тенденции увеличивались и мы поняли что для этого есть все основания и недовольство региональных элит в том числе еще раз говорил что вторжение российского добройского корпуса легиона свобода россии в белгородскую область по сути это найти ту самую иглу качаеву поскольку разрушается один из ключевых мифов путинской вертикали он рассказывал всегда о том что наши границы защищены до россия устоит мы до авторитарная нам и мы скажем так жесткие государства авторитарную тем не менее мы выполняем свои обязательства и наши граждане могут чувствовать себя в абсолютной безопасности как это было во время ссср вот это вот именно фантомная боль по спокойной тихой жизни в ссср это был один из главных мотивов который активно и мифов который активно эксплуатировал кремль и сейчас этот миф разрушен поскольку абсолютно мы видели как рдк альян свобода россии тягали знаешь как нашкодивших котов носом просто по полу в оставшегося котенка которого зовут вячеслав глотков который бегал от самого рдк вот не знал уже куда ему деваться вот кричал взывал кремль все эти крики игнорировал вот и они просто ну в наглую стояли там больше недели и ничего не сделать не могли ну то есть они их обстреливали но они даже не пытались оттуда выдавить собственно говоря и если бы они захотели если бы у них было чуть больше добровольцев но чуть больше это хотя бы на два батальона больше рдк я тебе уверяю спокойно взял бы не только шебекин и но и белгород там все настолько было печально и настолько было скажем вакуум власти и армии что рдк сегодня было на два батальона больше это всего лишь тысяча человек плюс они бы спокойно зашли взяли и шебекина и дошли бы еще и до белгорода вот все насколько было вот присаж насколько было печально поэтому безусловно у них происходят процесс это уже не слухи это уже не конспирология они безусловно воюют между собой они недовольны вот на этой теме активно паразитируют и хрипу и сейчас пригожин вот но такая роль знаешь вот есть такие он такой вот условно говоря вот такой вот мефистофель 1 эпохи он прекрасно чувствует и он входит как нож в масло в тело российской власти он прекрасно видит насколько все прогнило насколько все разлазится и он пользуется этим по полной программе его заявление о том что если не справится официально значит власти армия вагнеровцы зайдут туда и защитят поверь мне все это слышит все это видит и каждый губернатор и обязательно приграничных с украиной области а любой сегодня российского региона то все примеряет собственно себя он понимает что никто никого не защитить это зашла всего лишь ну там какие-то два относительно небольших подразделений диверсантов подготовленных рады к легион россии а если зайдет китайская армия я прошу прощения а если зайдет туда украинская армия даже которая туда не заходила вот она зайдет зайдет туда будет введено ну хотя бы пару бригад я тебе скажу что если зайдет две бригады зсу сейчас в брянскую курскую область то в принципе эти области посыпятся они уже не будут российскими они уже будут уже украинскими там распокойно проводить референдум о проведении бнр там кнр там или тому подобное или ростов просто задачи такой не стояла не было такой задачи если бы такая задача была поставлена еще раз говорю вообще нет проблем никаких на самом деле причем взять не районные центры никита маленькие поселки а взять областные центры взять курс взять брянск ростов белгород это все абсолютно реально все абсолютно а беларуси я даже не как бы не рассказал там в принципе все понятно несмотря на скажем так авторитарности меньше размера страны вот там бы все посыпалось еще быстрее просто задача такая не стоит на сегодняшний день мы не ставим задачу вести боевые действия на территории нашего противника пока по крайней мере такой задачи не стоит но если она будет поставлена то для россии это будет уже однозначно началом конца причем стремительного тогда все посыпется как костяшки домино а и а и и и и